Трикотажные изделия, постельное белье и фирменная одежда. Все это изготавливается здесь. В нашей стране Текстильтранс одна из крупнейших фабрик по производству изделий из хлопка. В этом цехе сотрудники выпускают от 30 до 35 миллионов изделий в год. Из них 10-12 миллионов пар чулочных насочных изделий. Суточная мощность производства полотна 10 тонн. Фабрика была открыта в 2016 году благодаря финансированию Российско-Крыгызского фонда развития. У нас в планах идет второй этап. Мы уже составили все необходимые документы, подали заявку. И сейчас идет процесс рассмотрения нашего второго этапа, где предполагается, мы объем производства, во-первых, увеличим с 10 тонн до 30 тонн в сутки. Добавим туда производство ткацких полотен, материалов. И добавим процесс крошения пряжи и волокна, что увеличивает наши возможности. И в дальнейшем у нас будет возможность выпускать и меланжевые пряжи, которые на рынке сейчас тоже очень востребованы. На 1 мая текущего года в РКФР было реализовано 2949 проектов. 82% из них осуществлялись в регионах, что составляет 54% одобренных средств. Напомню, что в сентябре 2014 года было подписано соглашение между правительствами Кыргызстана и России о создании фонда. В сентябре 2015 РКФР начал свою деятельность. По итогам прошлого года товарооборот Кыргызстана с Россией составил 462,2 миллиона долларов. Наша страна экспортирует в Российскую Федерацию продукцию легкой и текстильной промышленности. Овощи, фрукты, изделия из кожи и отходы черных цветных металлов. В свою очередь Россия поставляет в Кыргызстан топливные, энергетические ресурсы, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Из них импорт составил 369,7 миллионов долларов и снизился таким образом на 13,9%. А экспорт составил 92,5 миллиона долларов и увеличился на 12,3%. Вопросы развития двустороннего взаимодействия, в том числе в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, стали главными темами, состоявшиеся 24 мая в Сочи, встречи президентов России Владимира Путина и Кыргызстана Садыра Джапарова. В следующем году будет отмечаться 30-летие основополагающего договора о дружбе и сотрудничестве между Кыргызстаном и Россией. За это время ситуация в межгосударственных отношениях наших стран укрепляется и развивается, подчеркнул Владимир Путин. По его словам, сегодня Россия уверенно занимает первое место в товарообороте Кыргызстана. К сожалению, в прошлом году товарооборот несколько просел в связи с пандемией, известные причины. Но в первом квартале текущего года уже увеличение мы наблюдаем на 6%. Это хорошая тенденция, которую нам нужно сохранить, в том числе используя межправкомиссию, которая работает довольно активно, насколько я представляю. Мы взаимодействуем также в борьбе с пандемией. Россия оказывала и намерена оказывать дальше поддержку Кыргызстану и в поставке тест-систем антивирусных препаратов и вакцины. На встрече была затронутая ситуация на Кыргызско-Таджикской госгранице. Владимир Путин отметил, что Россия внимательно и за большой тревогой следила за положением дела и позитивно восприняла намерение Кыргызстана и Таджикистана решить все спорные вопросы путем переговоров. Как вы знаете, совсем недавно у нас в Москве был с визитом президента Таджикистана. Мы обсуждали, конечно, и с ним этот вопрос позитивно восприняли намерение двух сторон решать все спорные вопросы подобного рода в ходе переговоров. Я уверен, что эта цель может быть достигнута именно таким способом. Все, что от нас зависит, мы будем делать для того, чтобы помочь вам в решении этих вопросов. Мы понимаем, что это связано с жизнью конкретных людей и, прежде всего, и Кыргызстан, и Таджикистан, они думают о людях. Ну, нужно найти такой способ, чтобы решение всех этих вопросов, чтобы он был долгосрочным и отвечал интересам обеих сторон. К этому мы тоже будем стремиться, всячески будем потом помогать. Я очень рад вас видеть в России. До протяжения. Главы государств подробно обсудили события, произошедшие 28-30 апреля, а также остановились на мерах по восстановлению разрушенных инфраструктур соцобъектов и жилых домов в приграничных селах Баткина, а также оказанию всемирной помощи пострадавшему местному населению. Садар Чапаров выразил личную признательность президенту России за внимание и сопереживание относительно ситуации на Кыргызско-Таджикской границе. Рад вновь встретиться с вами. Выражаю благодарность за приглашение. Мы с вами встречались ровно три месяца назад в Москве, и сегодня имеется хорошая возможность рассмотреть итоги двухстороннего сотрудничества. Уважаемый Владимир Владимирович, хочу выразить личную благодарность за ваше внимание, сопереживание относительно ситуации на Кыргызско-Таджикской границе. Особо хотелось бы отметить поддержку, оказанную вами народу Кыргызстана. Россия наш главный союзник и торгово-экономический партнер. Еще раз спасибо вам за приглашение и теплый прием. Большинство поднятых тем на встрече двух президентов – это именно те вопросы, которые сейчас актуальны для кыргызской стороны. Специалисты говорят, что российская сторона ясно озвучила свою позицию по приграничному конфликту и выразила готовность в ее урегулировании. Для нас очень важным и принципиальным является твердая поддержка российской стороны нашей позиции о том, что такие вопросы впредь и далее должны решаться исключительно мирными политико-дипломатическими средствами. И об этом, я думаю, еще раз было подтверждено. В ходе встречи в то же время я думаю о том, что кыргызская сторона была информирована о твердой позиции именно решения вопросов исключительно мирными средствами. Она была доведена и до таджикской стороны и получены определенные гарантии, заверения о том, что впредь и таджикская сторона будут применять именно эту методологию решения каких-либо возникающих между странами вопросов. Россия достаточно активно сотрудничает в рамках международных организаций, среди которых особое место занимает взаимодействие в ЕС и ОДКБ. По словам политологов, безопасность является одной из главных тем и направлений в партнерских отношениях наших стран. И ОДКБ обладает реальными возможностями для решения задач по обеспечению региональной и глобальной устойчивости. На себя ответственность за безопасность, стабильность южных границ СНГ, то есть это границ Центральной Азии. И в связи с тем, что в сентябре предстоит вывод американских военных из Афганистана, безусловно, те силы экстремистские, террористические, они представляют угрозу как для Кыргызстана, как для России, так и для всех стран нашего региона. Поэтому я думаю, что один из основных аспектов встречи двух президентов заключался в обсуждении вопросов именно обеспечения региональной безопасности. И Россия, и Кыргызстан мы являемся членами ОДКБ, и именно эта организация занимается вопросами безопасности центрально-азиатских границ. Принципиальное значение для Кыргызстана приобретает совместное с Россией планирование и проведение мероприятий оперативной подготовки вооруженных сил двух стран. Подразделения кыргызских вооруженных сил принимают регулярное участие в учениях различного уровня, как на двусторонней, так и многосторонней основе в рамках СНГ и ОДКБ. Отношения двух стран этим не ограничиваются. Президент Содор Чапаров находится в Сочи, чтобы обсудить дальнейшее развитие отношений между двумя странами. По мнению экспертов, прямая встреча президента с российским лидером поможет решить ряд вопросов. Подобные встречи на высшем уровне говорят о том, что обе стороны заинтересованы. Они ищут пути именно выхода из той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. Мы думаем, что нынешняя поездка как раз-таки откроет или разрешит тот клубок проблем, который накопилось между Россией и Кыргызстаном. Россия оказывает Кыргызстану помощи в борьбе с коронавирусом. Так, в пик пандемии летом 2020 года в страну прибыли российские медики. От России мы получили ПЦР-тесты на проведение 110 тысяч исследований. Помощь продолжается по сей день. И страна-партнер предоставляет Кыргызстану вакцину «Спутник Ви». Производство этой вакцины может быть запущено и в Кыргызстане. Владимир Путин рассказал, что сегодня специалисты изучают эту возможность. Президент России отметил также необходимость уделить особое внимание сотрудничеству в области лекарственной безопасности. Он рассказал, что уже есть эффективные отечественные препараты для лечения коронавируса. Мы взаимодействуем также в борьбе с пандемией. Россия оказывала и намерена оказывать дальше поддержку Кыргызстану в поставке тест-систем антивирусных препаратов и вакцины. Специалисты наши сейчас изучают возможности развернуть производство на одной из площадок в Кыргызстане нашего профилактического средства, известного теперь уже во всем мире, «Спутник Ви». Тем временем в Кыргызстане все больше граждан прививаются от COVID-19. На сегодня вакцинацию прошли уже 80 тысяч человек, из них более 14 тысяч российской вакциной «Спутник Ви». Гуляем Садбакасова приехала сделать прививку от ковида. В прошлом году женщина принесла пневмонию, поэтому возможность поставить прививку восприняла позитивно. В прошлом году я заболела в пневмонии, поражение лёгких было 60%, поэтому я сейчас вакцинируюсь. До этого муж также поставил прививку. У него после было состояние нормальное, я наблюдала за ним три дня. И сегодня пришла поставить прививку сама. В этом центре семейной медицины прививки получили уже более 500 человек. «Мы с мужем сегодня специально пришли, чтобы поставить прививки. У нас дома дети, беременные, невестки. Поэтому мы хотим их обезопасить таким образом. Вторую дозу получим через 21 день». «Я отказался от вакцины «Синофарм», ждал «Спутник». Как только узнали, что уже прививают «Спутником», сразу пришли. Сейчас ждём полчаса, после этого едем домой. Нам важно здоровье нашей семьи». На сегодняшний день в ВОЖ доставлено 2100 доз вакцины «Спутник Ви». На данный момент вакцинацию прошли 900 человек. Повторную прививку получили более 20 человек. «Было недопонимание. Кто-то хотел привиться «Синофармом», кто-то только «Спутником». Мы провели разъяснительные работы. Разницы нет. Вакцину «Спутник» сейчас получают люди старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. Сейчас люди приходят прививаться сами». Ожидается решение вопроса и о производстве вакцины «Спутник Ви» в Кыргызстане. Россия поддерживает кыргызстанцев в совместной борьбе с пандемией, поставляя тест-систему противовирусные препараты и вакцины. В случае успеха у Кыргызстана появится прекрасная возможность производить не только вакцины от коронавируса, но и против других вирусов, тоже отмечают специалисты. «Лично я, как специалист, поддерживаю, чтобы у нас была открыта лаборатория по производству вакцины. О своей поддержке говорил президент России, что вакцина «Спутник Ви» будет производиться в Кыргызстане. У нас есть всё, для этого не хватает только технологий. Если бы у нас построили биолабораторию, мы могли бы производить вакцину не только от ковида, но и от других вирусов». В ближайшее время в Кыргызстан ожидается поставка ещё более полумиллиона доз вакцины «Спутник Ви». 500 тысяч доз вакцин «Спутник Ви» поступят в качестве гуманитарной помощи от России к Кыргызстану. Ещё 80 тысяч доз Кыргызстан закупит дополнительно. «Россия в Кыргызстане и наоборот Кыргызстан в России». Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович.